Погнали! Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня я расскажу вам о телефонных компаниях и как это работает. Это намного отличается от того, что мы привыкли видеть в России, поэтому если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Чем же система телефонных компаний так отличается от того, что мы привыкли видеть в России? Если в России у нас есть несколько телефонных компаний, у каждой по большому количеству тарифов, вы просто выбираете, что вам удобно, сначала платите, потом тратите и в принципе все. Здесь дела обстоят абсолютно по-другому. Вообще, если вы приехали не на долгий срок, например на месяц, то вы просто можете взять русскую компанию, которая делает тарифы за границей и, честно говоря, это вам будет стоить точно так же. Но, если вы приехали на более долгий срок или вы хотите просто здешнюю сим-карту, то я вам расскажу, чем они отличаются и что вам лучше подобрать. Прям реклама! Но это не реклама. Я ненавижу здесь телефонные компании. Итак, вы приехали в Канаду. Добро пожаловать! И, конечно, первым делом вам нужно разобраться со связью. У вас есть три варианта. Первый вариант – вы можете взять телефон с сим-картой, которая будет идти с контрактом на два или три года. Конечно, в каждом варианте есть плюсы и минусы. И давайте посмотрим, какие же есть плюсы и минусы на варианте с контрактом. Минус в том, что если вы в телефон захотите вставить другую сим-карту, то он ее просто не увидит, потому что он заблокирован только на одну компанию. Конечно, вы можете его взломать за 20 долларов у китайца, но об этом никому не говорите. И, помимо всего прочего, даже если вы его взломаете, вам все равно нужно будет выплачивать деньги за телефон, потому что компания, естественно, возьмет все ваши координаты. Плюс контракта – это, естественно, в том, что вам не нужно сразу отдавать 500 или 600 долларов, какой вы хотите купить телефон. То есть вы, например, платите 20 долларов сначала и потом вам разбивают, соответственно, платежи на каждый месяц. Следующий минус контракта – это то, что, конечно, вам предлагают не самые выгодные тарифы. То есть каждый месяц вы платите по 60 или 70 или даже 80 долларов. Если вы захотите расторгнуть контракт, то вам нужно будет доплатить ту сумму, которую вы еще не успели выплатить за телефон. Второй вариант – это prepaid-карточка. Это как раз то, что мы привыкли видеть в России, когда вы сначала платите, а потом тратите. И тут все довольно просто. Минусы в такой системе – это то, что обычно у них нет вариантов с безлимитными разговорами или смс-ками. Стоит это примерно 45 или 50 долларов. И не каждая компания предоставляет prepaid-карточки. Ну и большой плюс в том, что в любой момент, когда вы захотели, вы можете отключиться. Вам не нужно кого-то предупреждать или платить какие-то санкции. Вы просто не заплатили за следующий месяц, и карточка у вас отключилась. Вот как раз если вы приезжаете на короткий срок, то обязательно берите prepaid-карточку. И третий вариант – это вы можете просто взять сим-карту, но как бы тоже с контрактом. Это называется план. То есть вы берете ее на долгий срок и тоже уходите в кредит изначально. У каждой компании есть примерно по 3-4 разных плана, начиная от 25 долларов и заканчивая, может быть, 100 долларами максимально. И в каждом, естественно, есть где-то безлимитные звонки, смски, сколько интернета. В общем, вы выбираете, что вам удобнее. В среднем это выходит на 50 долларов, 45 долларов, может быть. Есть разные компании, например, как раз самые большие компании. У них, может быть, это будет чуть-чуть подороже из-за того, что связь будет ловить не только во всем Торонто, но и за пределами. Более маленькие компании, где вы можете найти и за 35 долларов, и за 30 с безлимитным интернетом, безлимитными звонками, но связь там будет немного хуже. Один из главных моих советов, когда вы будете брать сим-карту, если вы берете ее планом, которая будет уходить в кредит, обязательно попросите, чтобы вам поставили лимит. То есть, например, чтобы, когда вы ушли в минус 200 долларов, у вас отключалась связь полностью. Потому что, например, такие компании, как FIDO, я знаю много людей, которые уходили в минус 1000 долларов. Они где-то были за рубежом уезжали, забывали выключить телефон или случайно выходили в интернет. Уходили в огромные минусы и, конечно, компании не пойдут вам ни на какие уступки. Поэтому обязательно просите, чтобы вам ставили лимит. Наверное, это все, что я хотела вам рассказать о телефонных компаниях. Главное, будьте осторожны, читайте внимательно контракты и всего вам самого наилучшего. Это была Вероника, спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Всем пока, всем до встречи. Итак, с чего мы начнем? Жарко. Это была Вероника, спасибо за просмотр, спасибо.